Главное, что обновили цветовую схему. Мне нравится и беленькая, и красивенькая. Ну, яркое я люблю, я как маленький. Наконец-то Nintendo Switch обновился. Правда, никаких 4К или дополнительных мощностей, к сожалению, нет. Но есть кое-что другое. Например, новый экран. И это самое важное нововведение новом Switch. Так на коробке, например, и написано. OLED. На самом деле, все остальное не так важно. Поэтому я сначала расскажу, как это выглядит. Сравню с тем, как это выглядело на старой версии. Самый-самый первый, который я купил на старте. А это у меня предоставил Nintendo как раз для того, чтобы продемонстрировать все нововведения и рассказать о нем. А также я вам попробую помочь решиться, надо ли вам обновляться или нет. Самое главное в новом Switch это экран. Он у нас OLED. А что это значит? Это значит насыщенный черный цвет и более яркие цвета. В принципе. Вы уже можете посмотреть на одном лишь экране начальном и сравнить с предыдущей версией, что красный здесь. Более красный и более яркий. Оранжевый не такой бледный и не песочный. А настоящий оранжевый как апельсин. И в играх на самом деле это еще лучше заметно, особенно, например, в новом Метроиде, который такое ощущение, что подулет и затачивался. При этом стоит отметить то, что это не какая-то задротская вещь из серии там на пару, не знаю, чего там получше, да, который заметит только технари. Это неправда и это невооруженным глазом заметит любой вообще человек с глазами. Поэтому мы как раз здесь рядом положим их и покажем. Метроид, например, стал выглядеть менее блеклым. И лучше видна разница между передним планом и задним. То есть фон четче стал и сама Самус четче стал. Ее лучше видно на этом экране, который еще и стал, кстати, чуть-чуть побольше. На самом деле сейчас 7 дюймов, до этого было 6,2. Да и в остальных играх очень видно хорошо, насколько стали сочные цвета, потому что игры Нинтеда в принципе всегда яркие, красочные. Это важно там. Конечно же самое главное, что они не смешиваются в какую-то одну кашицу. Все четко друг от друга отделено. И на этом экране это лучше видно. Для тех, кто любит технические детали, получайте. Яркость туалета экрана составила 343 нит. Что это значит? Для сравнения возьмем, например, мой iPhone 12. У которого средняя яркость 625. А в HDR режиме там еще больше, но у нас в свече нет HDR, поэтому это не важно. То есть вроде как iPhone в два раза почти ярче, но на самом деле вы не поймете, зачем вам эта яркость дополнительная в два раза. Для портативной консоли игровой этого очень даже достаточно. То есть вживую, когда ты смотришь на него, не думаешь такой, о, что-то длинноват. На старый так смотришь, а на новый нет. Еще одна важная деталь, то что Нинтендо не стали использовать ABL функцию. Это автоматическое ограничение яркости, которое используется зачастую в дешевеньких OLED-экранах, когда при определенном количестве белого цвета на экране его затеняют, то есть он становится темнее. Обычно где-то около 50%. Зачастую такое используется для защиты от выгорания. На этом экране такой функции нет, то есть она не автоматическая. То есть я вообще в принципе не люблю автоматические ограничения, которые нельзя отключить. И в принципе это хорошее новость. Также местная матрица использует RGB-технологию, которая использует для формирования пикселя три цвета. И опять же это лучше, чем могло быть. То есть если сравнить, например, с системой Pentile, то RGB-система формирования значительно лучше и четче считается. На глаз зачастую люди не видят, но вот так вот считают. У нас не техноблок, поэтому не будем продолжать эту тему. Ну, почитайте, если захотите. А самое главное, говорю, здесь факты. Экран лучше, чем был. Даже рамки на консоли стали значительно меньше у экрана. Как видите, это производит приятные впечатления. Ну и в принципе здесь используются более дорогие, более приятные глазу материалы. То есть глядцевые. Стандарт уже теперь. Теперь чем больше у тебя экрана на твоем девайсе, да? Конечно. Тем лучше. Конечно же обман немножко зрения, да? Но тем не менее работает. Тебе кажется, что экран больше, если рамки меньше. Но вы сами понимаете, что разрешение все еще выводится на этот экран 720p. То есть плотность пикселей уменьшилась, но на чуть-чуть, и это не очень заметно. Остальные изменения не такие глобальные, но я все-таки проговорю их, чтобы у вас сложилась полная картина. Что это за девайс такой у нас получился? Во-первых, у нас внутренняя память осталась 64 гигабайта. До этого было 32. В доке вместо одного из USB-портов поставили наконец-то LAN. Разъемчик, чтобы вы могли подключать проводное соединение, меньше задержек, меньше проблем и так далее и тому подобное. Некоторым, кто играл в доке. На старой версии у некоторых были проблемы, когда по беспроводу шел сигнал сетевой и там лак появлялся, еще что-то, еще что-то. В общем, устранить это поможет вот этот разъем. Наконец-то он теперь есть. Но за счет одного USB-порта. На самом деле это не сильно нужно было. И так три было. Зачем там три? Док можно купить отдельно новый, если вам LAN очень нужен. Новые динамики поставили в OLED-свитч. Звук стал громче, чище и, в общем, очень легко услышать то, что изменения есть и улучшения в данном случае, да? Подставка у нас сзади свитча появилась наконец-то, причем широкая и регулируемая. А до этого, напомню, была хлипенькая вот такая вот ножичка, которая прям вообще болталась. Я ее постоянно отдирал. На ней консоль почти не держалась, поэтому вот такая вот хорошо регулируемая, это прям нормально. Нормальное решение, достойное. Теперь не опрокидывается. Конечно. А то на одной, с одной стороны, блин, ножки, это было бред, конечно. Балансировать приходилось еще, подставлять что-то, подкладывать телефон там или еще. Ну, на самом деле работало, оно не очень удобно и, наверное, не пользовался почти. Старался не пользоваться, чтобы нахрен не сломать ее, не уронить. Джойконы принципиально те же самые. То есть конструкция, все внутренности. Но, Nintendo говорит, что в последнее время она вносила в конструкцию Джойконов какие-то изменения, улучшения, чтобы они не дрифтовали и вообще были лучше, работали в принципе. И все новые изменения в этой версии есть. То есть чисто теоретически, во всяком случае, так говорит Nintendo, они должны работать лучше. И срок службы у них больший. То есть период между покупкой и дрифтом, он станет шире. Но никто не знает тому, что еще пока, вот видите, надо поиграть много-много-много-много-много дней. У меня, правда, появилось, по-моему, что-то не первый год. Ну, они, да, они хлипенькие были такие. Да, но это, как говорится, и в обычных геймпадах такое тоже случается. К сожалению, пока не совершенства технологий в принципе. Зато пазы для Джойконов наконец-то стали крепкими и не болтаются. Хотя бы сейчас не болтаются. То есть вот так вот можно было сделать, и они ходуном ходят. Вот у меня. Дыг-дыг-дыг-дыг. Это произошло даже, наверное, не за первый год, а за первый месяц. Так что вроде компоненты покрепче, разъем получше. Наверное, так. Пока держится, скажу прямо. А что будет потом, ну, кто его знает. Время автономной работы все же увеличилось, но по сравнению с оригинальным свечом. Потому что в 2019 году какие-то изменения все-таки внесли в батарею, в потребление и так далее и тому подобное. Которое позволило расширить немножко стандартные, сколько было, я уж не помню, до 4,5-9 часов в среднем. Работа автономная. У OLED-версии те же самые параметры. Как так получилось? Экран же больше и ярче. Но у OLED-технология в принципе меньше жрет энергии. Вентилятор, я надеюсь, что стал лучше, который у меня тоже в первые полгода начал свистеть, шуршать и вообще издавать самые странные и страшные звуки на свете. Пока моя новая, которой буквально недели нет, не издает. Все, что я могу вам пока сказать. Сколько это продержится, ну, неизвестно. Неизвестно. Стоит ли обновляться? Ну, если это ваша основная платформа и вы часто достаточно играете в портативном режиме, а также есть лишние 30 490 рублей, ну или сколько нужно будет добавить, если вы продадите старую и вот захотите обновиться до новой. И в таком уникальном случае вам действительно и совершенно точно надо обновляться. Экран, правда, очень многое меняет. Это как если перейти с SDR до HDR. И разница заметна. Вы получаете более яркие впечатления, потому что экран ярче. С HDR цвета ярче, но здесь его нет. Неважно, давайте не будем об этом. Самое главное, что впечатление вот даже с наскоку действительно лучше. Экран это важная часть игрового процесса. И так любого. Ну, значит, да. Когда черный цвет не черный, а как оно серый, тоже неприятно очень на самом деле. Потому что там определенная мысль авторская должна была быть, да. Это тьма, а не серая пелена какая-то, голнища. За счет хорошего черного и за счет ярких цветов сразу работает, да. Многие моменты лучше. Также стоит рассмотреть именно эту модель, если вы всегда хотели Switch и вам вот свербит. Сейчас хочу его наконец-то купить. OLED самая лучшая из всех моделей, которые есть с Switch. Если бы в Nintendo Lite добавили, блин, подключение по проводу к экрану, я бы взял Lite. Ну да, его можно там за 11-12 тысяч какие-то смешные купить. Но, видишь, они все-таки делят зачем-то. Потому что гибридность этой консоли это самое лучшее, что есть, да. Это важно. Не то, что она только портативная или только стационарная. Она важна именно в таком формате. Потому что обычно я, конечно, в доки играю, но когда куда-то уезжаешь и тебе нечего делать пару-тройку часов, а иногда десяток часов в самолете, например, очень спасает, и это значительно лучше. И игры там значительно лучше, чем телефонные. Хотя у меня как бы девайс тоже мощный, достаточно все запустит. Все играется, но я на нем не играю никогда. Никогда не играл в принципе. Так что Switch меня спасал в таких случаях. Потому что тебе важнее какие игры? Конечно. Сюжетные. Сюжетные и с хорошим управлением, которые заточены именно вот натыкать, покрутить, побегать. А на телефонах это, ну, сейчас с Аркадой чуть побольше их появляется, с Эпловской. Но так или иначе, все равно, основа мы знаем какая. И это не то, во что я люблю играть, если честно. Тач-управление меня бесит. Тач-управление хорошая штука, если бы она использовалась в нужных местах. Делались под нее игры, типа квестов. Вот именно, а их не делают. Так что, почему я так напираю на временной промежуток? Потому что все-таки консоль оригинальная вышла в семнадцатом году. Ей уже четыре года, и она когда-то должна обновиться. И совсем скоро. Возможно, год или два. Слухи еще ходят постоянно, что у нас там 4К будет, и какие-то новые мощности. То есть лучше игры выглядят, может быть, какие-то эксклюзивные. Которые потянет только та мифическая консоль новая. Но пока все официальные источники, полуофициальные, отрицают. Даже наличие девкитов. Если вы не хотите ждать, там, год или два, то вот сейчас она вам нужна. Если нет, то нет. Можете подождать, если это не срочно для вас. А уж, если у вас обычный свитч есть, и вам как бы хватает того, что она выдает в доке, и вы не смотрите на экран практически, никакого смысла, абсолютно. И если вы хотите сэкономить, тоже этого хватает. Игры все будут запускаться одинаково, что там, что там. Никакой разницы в FPS. Даже одного-двух не появится новых, ничего. Все очень просто. Такая вот консоль. Хотел бы, конечно, больше изменений, лично мне. Но, опять же, для портатива она прям лучше, чем была. Я думаю, что это действительно для тех, кто... Еще не решил. ...временил, да, с покупкой свитча и... Ждал каких-то более удачных решений, получше джой-конов, получше экранчиков. Да, кто все-таки откладывал покупку в какой-то причине. Если вы не боитесь того, что через год появится получше. Вряд ли появится через год. Ну, вот, знаешь, слухи были такие, что прямо в этом году нам анонсируют, а потом такие, нету, ну, расстроился, да. Поэтому мне кажется, что уже пора, но это как бы промежуточный вариант для тех, кто играет в портативе. А вот промежуточный вариант для тех, кто играет в доки больше, появится он, никто не знает, все еще неизвестно. Я бы, наверное, не купил, потому что мне не настолько важен. Экран в доки чаще. Но, так или иначе, он у меня есть, и я теперь на нем играю и понимаю, почему это может понадобиться кому-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!